Всем привет! Вот посмотрите, что у нас тут. Очереди нету. Сейчас на Петровской площади очереди нету. Сидят на скамеечках, ждут, пока за ними приедут. Тут просто как бы гусуются люди. Стульчики тут, кстати, поставили вон эти маленькие табуреточки. Вот тут у нас Балтик-Шаттл, Люкс-Экспресс приезжают все. Привозят людей из аэропортов из разных стран и городов, прилетают все в аэропорт Таллина. Вот. И вот здесь переходят границу. А сейчас мы с вами посмотрим обстановку на мосту. А пока мы едем до моста, я вам расскажу, что вчера, в ночь с вторника на среду, все-таки, все-таки, люди собирались в час ночи, в 12, опять делали списочки такие. И делали, в общем, списки, занимали очередь. Это я просто за рулем. Давайте я вам помашу ручкой, чтобы вы знали. Ладно, не буду. В общем, делали списки. И к 7 утра сегодня образовалась очень большая очередь на Петереплац. Но, понятно, до открытия, как бы, она формируется, очередь только на площади. А после открытия можно и... А, туда очередь переходит на погранпункте, да? Проходишь эстонскую границу и попадаешь на мост. И на мосту весь мост стоял. Зеленый переход дальше, перед русской границей все стояло. То есть, когда стоит только зеленый коридор перед русской границей, это 2 часа. Когда с мостом 4 часа. Вот. А сейчас мы посмотрим. Вот, вы видели, на Петровской площади совершенно никого нету. А мы сейчас посмотрим обстановку на мосту. Вот. И мы прям вот так вот и посмотрим. Так, сюда нам можно повернуть. Так, я вот тут вот встану. И схожу туда, на мигалку схожу. Сейчас, ну, ручничок. Сейчас посмотрим обстановку на мосту. И тогда мы будем понимать, сколько сейчас, вот в 13 часов дня. Сейчас, что у нас тут показывает? 12.52 в 13 часов дня. Значит, мы видели, что на Петровской площади нет никого. А вот мост целиком стоит. Но посмотрите, мост стоит целиком. Но он разряженная очередь. И она поэтому, видите, проходит достаточно быстро. Моё предположение, что очередь вот эта, на мосту, где-то на час. Не больше, потому что, вон, видите, прям передвигаются. А ещё там дальше зелёный коридор. Но когда зелёный коридор полностью стоит, там плотнее люди стоят дальше. Вот в этом зелёном коридоре. Это два часа. То есть час плюс два часа. Сейчас очередь на три часа. Но это не больше. Давайте чуть-чуть пройдём там вперёд. Посмотрю ещё, где начало всё-таки очереди. Это наша Нарва великолепная, великолепная погода. И вот мы видим начало очереди. Это очередь на нейтральной зоне. Видите, разделяются две страны. Эстония. Вот Эстония Нарва. Разделяется рекой. И там Россия, Ивангород. И вот эта очередь в нейтральной зоне, внутри, перед русской границей. Эстонскую быстро сейчас проходят. На Петровской площади нет никого. И вот здесь начинается очередь. Она, видите, такая достаточно разряженная. Если мост этот весь пройдёт за час, да, я думаю, пройдёт, то там остаётся коридор. Там плотность больше людей. И там он тоже длинный. То есть там, вот коридор полностью, это два часа. Вот. Так что всем хорошего настроения. Буду держать в курсе. И вот обычно, вот в это время, в 13 часов, не такая страшная очередь. То есть нету очереди на Петровской площади. Это уже хорошо. Потому что на Петровской площади раньше тоже стояли долго. Потом здесь на мосту, потом в коридоре. А сейчас три часа, это нормально. Это нормально. Меня ещё спрашивали, может ли на инвалидной коляске пройти человек. Я не спросила, но я спрошу ещё. Но я так думаю, что просто надо проходить и всё. Просить людей пропустить и проходить. А вот тут, вот перед зелёным коридором, есть русские пограничники. Два стоят. И одного из пограничников попросить помочь, как бы довести инвалидную коляску ближе к пункту погран. Они, я на самом деле видела, что прям помогали, когда из России идёшь. Вот, инвалидные коляски там кого-то пересаживали. И прямо помогал пограничник. Ладно, всем хорошего дня.